До 2017 года мы предпримем соответствующие меры и оставим жезлы только в качестве регулирования. У нас есть право, во-первых, вы знаете, если это автопатруль, остановить с помощью СГУ, так называемого, либо проблесковые маячки включить и обозначить водитель, примите голосом. Либо, как написано в правилах, знаком руки, либо жезлом, сопровождая этот жест свистком. То есть фактически я могу, находясь в форме, остановить машину и знаком руки. Все грубые нарушения выявляются в движении. Вы знаете, что все, кто является водителями, через какое-то время знают, что вот там будет пост, если едете по трассе, вам мигают. То есть это достаточно неэффективная мера. А вот когда вы едете на машине, вы видите, кто впереди перестроился неправильно, кто где-то нарушил еще какие-то. То есть это просто одно из направлений, которые мы сейчас развиваем. Мы на сегодняшний день, особенно в городах, большой упор делаем на технические средства фиксации, о которых я уже говорил. Вот порядка 800 камер у нас работает. Чем больше этих средств фиксации у нас будет, сейчас мы ставим интеллектуальные перекрестки. Если раньше только скорость у нас были, вот эти вот трекспиды, так называемые, сейчас интеллектуальные перекрестки позволяют пересечение сплошной стоп-линии, выезд на встречную полосу, в том числе и нарушение скоростного режима. То есть они все умнее становятся. Вот по мере того, чем больше этих средств фиксации будет в городах, тем больше акцент будет в деятельности наших сотрудников на охрану общественного порядка переноситься. Продолжение следует... Продолжение следует...